И теперь о событиях дня подробно. Губернатор Красноярского края уверена, экспертиза проекта ферросплавного завода будет не в пользу инвесторов. Экологическая обстановка в Красноярске и так непростая, поэтому любое новое предприятие отрицательно скажется на здоровье красноярцев. В таких условиях сослаться на низкий уровень выбросов будущего марганцевого завода не получится, заявил Лев Кузнецов. Эта цифра не имеет никакого значения. Я вчера на вертолете летал, смотрел другие промышленные объекты, я видел тот кусок пирога, который у нас в атмосфере присутствует, и действительно промышленная деятельность, и наша особенно экологическая, а также статистка показывает, что она физически не может подтвердить. Поэтому я еще раз подчеркиваю, наша позиция, она основывается не на эмоциях, она основывается на тех реалиях, которые существуют в городе Красноярске. И новости ТВК продолжают обсуждать тему возможного строительства фермера марганцевого завода под Красноярском. Напомню, нашей съемочной группе удалось снять территорию бывшего завода «Крастишмаш» с высоты птичьего полета. И сегодня эксклюзивные кадры мы показываем бывшему работнику экскаваторного завода Владиславу Ханжину, он в эфире. Добрый вечер, Владислав Александрович. Скажите, пожалуйста, были ли вы в корпусах, которые принадлежат компании «Чексу», и как вы можете оценить их состояние? — Я, как член движения «Красноярск против», неоднократно бывал на территории. Движение «Красноярск против» полностью мониторит ситуацию и отслеживает, что происходит на этом предприятии. Конкретно мы бывали там последний раз 21 августа. — Как говорится ситуация, то есть можете ли вы подтвердить или опровергнуть те слухи, которые существуют среди красноярцев, что якобы компания активно ведет строительные или хотя бы подготовительные работы к запуску производства? — Я думаю, проблема этого вопроса заключается в том, что на территории бывшего «Красишмаша» на сегодняшний день функционирует несколько предприятий, которые люди просто ошибочно принимают за Енисейский ферросплавный завод. На самом же деле, еще в 2011 году у «Чексу» не было выдано разрешение на строительство, и никаких работ там не ведется. Цеха абсолютно пусты, там полная разруха. И это благодаря красноярцам, которые выступили против строительства этого завода. — А по вашим оценкам, заключительный вопрос, если, предположим, все-таки суд встанет на сторону компании «Чексу», много ли времени потребуется компании, чтобы запустить производство? — Ну, я думаю, любой человек понимает, что такое металлургическое производство. И с тем объемом выпуска, который они планируют, а он составляет тысячи тонн, на сегодняшний момент, чтобы его запустить и начать работу, нужно завести те же самые тысячи тонн руды, чтобы плавить из него, которая потом уйдет в шлак и останется на нашей территории. Так что не заметить этого будет невозможно. — Спасибо большое. Напомню, что в эфире новостей ТВК был Владислав Александрович. А я напомню, что директор офиса управления проектами «Чексу» Александр Новиков обещал не только прийти к нам в студию, но даже привезти нашу съемочную группу по цехам, которые принадлежат компании. Так что следите за новостями ТВК. Продолжение следует...